В клубе, да, есть наш старинный, скажем так, друг, назовем его, да, то есть спортсмен, который достаточно много был и есть сейчас в сборной команде России, это Михаил Пулянь. Вот, я, вот знаете, как говорится, иногда так себя ловлю на мысли, что он ученик не Андрея Попова, а Мой. Не с точки зрения там каких-то достижений, а именно вот он как-то мне близок, да, и вот невзирая, да, на какие-то там достижения, прочее, да, то есть взлеты, падения, да, там, он выигрывает медаль на мире, да, подходит, здоровается, скромно принимает поздравления, вот, также скромно принимает слова поддержки, когда там что-то не получается, да, например, как в Баку, там, и так далее, на чемпионате мира, да, там, вот, и так далее, то есть, вот, я его очень люблю, уважаю, и вот мне кажется, да, может быть, да, моя любовь к нему и уважение где-то там закрывает глаза, и кто-то со мной будет спорить, но вот у меня есть, с моей точки зрения, все основания говорят, что это вот как раз представитель, да, вот, этой составляющей кодекса дзюдоистов. Самоконтроль, умение сдерживать гнев, на ваш взгляд, это, кстати, вот немаловажное, кажется, качество для тех, кто не только просто практикует дзюдо, с точки зрения, так, физического воспитания, но также для тех, кто сревнуется и вообще в обыденной жизни, и в единоборстве, тем более, то есть человек, ну, это... А как справиться вот с гневом, понимаете, вот так хочется выиграть, а он вот, 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 а, или ты начинаешь не контролировать, а он тебе по ногам бьет, а он тебе вот болевой делает, больно, а ты, ты потом думаешь, что я сейчас себе еще больнее сделаю, как, как это справиться? Ну, вот, это, опять же, зависит от, мне кажется, самого человека, то есть дзюдо может помочь, да, в этом, потому что, ну, как сказать, да, мы же все знаем, да, что есть, да, понятие, ну, я не буду говорить сейчас, там, кеми, да, там, терминологии на японском языке, я скажу, да, понятие страховки, самостраховки и страховки, да, то есть напарника. То есть я могу выполнить бросок и все, отпустить, лети, да, низко к дождю, вот, а могу рукавчик подтянуть, поддержать, то есть смягчить, вот, и каждый, кто серьезно, много занимался дзюдо, он знает, что упасть, если хорошо приложить или, там, знаете, через гнуть, как тебя там сложат и так далее по-разному, вот, я летал, я знаю, да, вот, то здесь, ну, как бы, кто через это прошел, вот, тот, ну, я не знаю, с нормальной здоровой психикой человек, он не будет делать так, а что касается, да, ну, все мы заводимся, даже когда, вот, я, да, там, тренером работаю, да, там, начинаешь, там, что-то показывать, кто-то был-был, и ты уже теряешь контроль. Но это завод, там, здесь именно, вот, умение сдерживать гнев, гнев уже такая штука очень опасная. Да, она ослепляет. Ослепляет, это, во-первых, полностью, мне кажется, отключает сознание. Отключает сознание, да. Много-много проблем, вот, у людей, не контролирующих гнев, приводит к катастрофическим последствиям. Ну, а как все-таки дзюдо, да, может этому научить? Оно может помочь. А, помочь. Вот, знаете, как, опять, да, скажу, что, вот, человек может себе помочь выздороветь, в том числе от хронических заболеваний, да, но если человек не хочет, ему никакие лекарства не помогут. Так и здесь, очень много идет от головы, и от души, и от всего остального. То есть, если человек этого хочет, то есть, я, ну, опять же, не хочу лукавить, мы все, да, достаточно, ну, достаточное время и в дзюдо, и в спорте, и там, в жизни, скажем так, да, что я не могу утверждать со стопроцентной, да, гарантией, не хочу никого обижать, да, что спортсмен топовый, высокого класса, олимпиец, там, не важно, чемпион мира и так далее, и обладает всеми этими, да, высокими качествами, да, моральным кодексом таким, да, то есть, пример и так далее. Люди разные. Еще раз говорю, я не берусь никого судить и так далее. Вот, но олимпийская медаль, это не гарант высокого человеческого морального, так сказать, да, кодекса, с моей точки зрения. Но, если, да, человек хочет, да, развиваться, вот, и с помощью дзюдо, дзюдо может помочь, да, управлять собой, но он должен это захотеть в первую очередь, вот, сам человек. Храбрость. Смелость делать то, что считаешь правильным. Вообще, вот такая формулировка очень интересная. Ну, это перевод, да, я просто, вот, тоже это, когда, вот, вы когда сказали, да, что я этот вам плакатик подарил, да, этот, да, я, это же не мои высказывания, то есть это перевод. Ну, это, вот, я просто, почему, я понимаю, что это не ваше высказывание, но мне просто, вот, достаточно интересные формулировки, вот эти описания, то есть, что такое, да, я не знаю, кто это сформулировал, но, вот, храбрость, смело делать то, что считаешь, с одной стороны, я, в принципе, согласен. Иногда бывает, вот, это очень верно. Ну, на ваш взгляд, вот дзюдо, я занимаюсь дзюдо, как это все повлияет на мою храбрость? Ну, здесь же это, знаете, как, в жизни любого человека, я думаю, что и вы через это проходили, становится, ну, вот, период каких-то, да, колебаний, скажем так, становится когда легко, когда ты принял решение. Вот, решение, принять решение, это самый, один из самых сложных, вот, таких поступков, что ли. Вот, и, да, то есть, ну, принять решение, да, тренироваться 360 дней в году, там, да, там, или 365, там, не важно, да. Принять решение, отказаться от нормальной, да, ну, скажем так, в обществе принятом, да, то есть, как бы, в формате жизни, да, то есть, ну, человек, который... Ну, это мы говорим о тренировочном процессе, такого, наверное, более, все-таки, высокого, спортивного составляющего. А вот, если мы вернемся ближе к клубу, да, вот, поговорим о клубе, как, как в клубе, вот, у вас, допустим, как вы говорите, что вот храбрость. Знаете, иногда, бывает, люди путают, ты говоришь, будь храбрым, он там берет... И с обрыва. И с обрыва, ну, там, в воду, да. В этом ли храбрость? Вот как вы объясняете, что, что значит, все-таки здесь вот написано, что считаешь правильным, а что считать правильным? Ну, здесь, опять же, есть такая составляющая воспитания. Но, самое, да, ну, то есть, есть какие-то моменты, связанные с, опять же, да, вот, правильно, правильно, что такое правильный поступок, да? То есть, он не всегда ложится в общепринятую, скажем так, систему, да, то есть, ну, скажем так, сказать своим друзьям, своим товарищам то, что ты думаешь. При этом понимая, что они, вот, в данный момент тебя не поймут и не услышат, но ты оставляешь за собой право, если, да, то есть, вот, мы, да, друзья с вами, я говорю, Роман, вы, ну, там, Ром, ты со мной не согласишься, но я, как друг, оставляю за собой право сказать тебе всю правду в глаза. Я знаю, что, да, возможно, мы с тобой прервем отношения на какой-то срок, а может быть, на всю жизнь, но я, вот, не могу, если я не скажу это, это будет по отношению к тебе предательством. Ну, вот, наверное, как-то так. Понимаете, здесь вот ситуация какая, вы про клуб говорите, мне многие родители... Я не про клуб и про тренировочный процесс. Но, вот, в моей работе, да, оно идет от души изнутри откуда-то. То есть, это, знаете, как вот, ну, я стихи не пишу, да, но, вот, наверное, вот они так вот рождаются. Когда мне родители говорят, Юрий Александрович, вот он такой-то, такой-то, вот у него какие-то проблемы, поговорите с ним сегодня. А я не могу с ним сегодня говорить, я не могу лампочку, вот так, как лампочку включить в себя, да. То есть, получается, такая, как бы, ну, ситуация, она должна созреть для того, чтобы меня человек услышал. И о честности, и об уважении, в том числе уважении к родителям, да. Вот у меня был недавно случай, отец говорит, да, парни переходный возраст, там, прочее. Вот он говорит, Юрий Александрович, не слышит меня ребенок, вот, 16 лет, конфликты, вот, мама еще теперь на его стороне, ну, как, знаете, мать, ребенка, считают, что я его плясую, там, еще что-либо, там, ну, вот, ну, не знаю. Вот он говорит вещи очевидные, я понимаю его, как отец, отца, да, все это делают, вот. И я ему говорю, он говорит, ну, помогите, что-нибудь сделайте, ну, пусть он придет ко мне. Он приходит, а у него на лице написано, ну, давайте, воспитывайте меня, что ты мне сейчас будешь рассказывать. Ну, храбрый. Он считает, что это правильно. Вызовом, да, он пришел мне, ну, давайте, да, бухтите мне про то, как космические корабли бородят большой театр. Ну, это как раз из той, из того классического фильма. И вот, знаете, я не знал, о чем я буду говорить, а я ему только сказал, я же друг мой. Я говорю, для тебя очевидно, что отец тебя любит? Он говорит, да. А я говорю, для тебя очевидно, что это самый лучший, близкий для тебя друг? Ну, в принципе, да. Для тебя очевидно, что он для тебя делает все возможное на сегодняшний день, что он может тебе дать? Да. Я говорю, так почему ты такой, свинья? Пошел вон отсюда. Разогнулся и ушел. Я не знаю, насколько это педагогично или нет, но через два дня мне отец позвонил. Сказал, что вы ему такое сказали, правильно? Правильно, просто как подменили. Вот, понимаете? Ну, вот как бы здесь. Поэтому я не могу сказать, как я там учу, что я учу. Оно как-то вот отсюда идет. Понимаете? И я очень много с ними говорю о жизни. Многие вещи, касающиеся, да, там, ну вот, да, не только спорта, но и каких-то жизненных ситуаций. Потому что для меня очень важно. Знаете, у нас есть такой, ну, как, да, такой девиз, да, говоря так, такими вот словами, если высокопадный. Хороший человек, хороший, точнее, спортсмен на годы, хороший человек на всю жизнь. И вот для меня очень важно, чтобы мои ученики были такими нормальными людьми, достойными людьми. Я всегда им желаю, что вот на жизненном пути, чтобы вам побольше было достойных людей. Ну, значит, у кого-то получается, у кого-то не получается. Но я от своих учеников не отказываюсь ни от кого. Вот, завершающее. Вот мы начали с дружбы. Прошли уважение, искренность, честность, скромность, самоконтроль. Слово прошли. Храбрость. Прошли, да. Просуждали, посуждали. И вот... Слушай, не проходи. В самом конце, не знаю, ну, как бы завершающий, это вежливость, уважение других людей. Вежливость. Вот здесь есть уже уважение. Мы вторым пунктом была здесь. Вежливость, уважение других людей. Вежливость и занятие дзюдо. Ну, оно, опять же, настолько все взаимосвязано, да? Вежливость и уважение. Вот, та же скромность и так далее. То есть человек не может быть вежливым, ну, скажем так, не обладая, да, определенными, ну, скажем так, качествами уважения, скромности, самоконтроля и так далее. То есть это вот, ну, человек, обратившись, да, вот, да, в поклоне, да, когда Рей выполняет все это, там больше вежливости, наверное, да, если брать так, да, в процентном соотношении, чем уважение, скажем так. Да, оно есть, но вот здесь вот именно вежливость все-таки, она больше доминирует. То есть человек, как бы, ну, я здесь говорю, вот, нельзя, с моей точки зрения, рассматривать вот эти все кодексы вот как-то отдельно. У меня, правда, я вам рассказывал уже, да, что некоторые мои знакомые такую себе игру придумали брать один, одну из составляющих кодекса дзюдоиста и целый день ей следовать. Рассказывал, рассказывал, не помните. Вот, говорит, беру и сегодня, говорит, только вот одну составляющую и вот стараюсь ей соответствовать целый день. На следующий день беру другую. А вот, ну, мне кажется, вот это нельзя, да, то есть вот как-то так. Это все настолько связано, взаимосвязано, что разделять, делить, как-то вот, можно что-то объяснить, какие-то примеры, вот, привести, но... Юра, ну, вот, давайте вот, ну, как бы, так, не в завершении, но вообще в завершении обсуждения, да, вот этого всего разговора нашего. Как вообще можно в общем назвать, что же все-таки такое кодекс дзюдо? Кодекс дзюдо – это кодекс человека. Вот я же сказал, да, по поводу, да, что он не противоречит ничему. Вот, это все, что должно соответствовать нормальному человеку с нормальной психикой, с общей, ну, скажем так, назовем так, общепринятыми человеческими ценностями, или просто, скажем, человеческими ценностями, там, да, то есть, если кто-то принимает, кто-то не принимает, это то, что дает человеку жить нормально, ощущать качество жизни и радость ее, понимаете? Вот, жить здесь, сейчас, радоваться этому дню, да, и так далее. Человек, который соблюдает, ну, скажем так, этот общечеловеческий кодекс и кодекс дзюдо, да, то есть, просто я думаю, что учитель Кана, вот, он очень грамотно сделал, то есть, он сказал, что дзюдо – это жизнь, а в жизни, да, нормальный человек поступает вот так, вот так, так, так и так, и вот оно и есть дзюдо. Вот, поэтому, ну, почему нет, это же гибкий путь, вот, поэтому, вот, наверное, так, это общепринятое, как говорят, ну, не общепринятое, вот, как-то у меня вот это общепринятое, нет, это человеческие ценности, которые, с моей точки зрения, необходимы всем нам, которые нужно развивать на протяжении всей своей жизни, становиться лучше, чище, и любить. Любовь созидает. Ну, на этой вот позитивной ноте мы заканчиваем. Занимайтесь дзюдо, несмотря ни на что. Занимайтесь дзюдо, любите дзюдо, изучайте дзюдо. Пробуйте развивать в себе вот эти все качества, которые у вас уже заложены от природы, в принципе. С вами был Юра Крещук, Сергей Фасад, клуб дзюдо «Каскад». До новых встреч. Всего доброго. С вами был Юра Крещук, Сергей Фасад, клуб дзюдо «Каскад».